МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо большое вам за ранний визит. Ну и хочется перейти вот к насущным вопросам. К нам приезжают такие профессионалы достаточно скоро. Расскажите, пожалуйста, об этом. Благодарю за вопрос. Да, действительно, мы к этому мероприятию готовились целых год. И тщательная подготовка идет уже в течение полугода. Это будет мероприятие впервые в Кыргызстане, можно сказать, в Центральной Азии. В Центральной Азии франчайзинг-экспо акцент будет на франшизах. Мы смогли привлечь 25 международных франшиз со всего мира в разных секторах. Это образовательный сектор, это быстрого питания, это обучение, медицина. Поэтому мы очень гордимся. Сейчас на данный момент мы пригласили, и нам очень сильно помогает торгово-промышленная палата в организации. Так как мы привлекли торгово-промышленную палату в Алмате, в Казахстане, в Таджикистане, в Туркменистане. Также к нам приезжают гости со всего мира. Во-первых, это с Америки, с Вьетнама, с Великобританией, с Малайзии. То есть и с Китая, конечно же, с Алматы, с Таджикистана. Слушайте, какая вечеринка у нас будет, а в мае? Масштабы просто впечатляют. Но вот у меня вопрос к нашему гостю. Каких целей в идеале вы хотели бы достичь по завершению этого мероприятия? Я думаю, что есть три основных целей. Первый цель, я думаю, это показать, что Кыргызстан способен exhibить такой интернационный мероприятий. Мы преследуем три основных цели. Первая цель – это показать всему миру, что в Кыргызстане могут проводиться такого уровня, скажем, международного уровня, франчайзинг экспо, и что мы в будущем могли бы это повторять. И с той тщательной подготовкой, что мы проходим, мы уверены, что мы проведем его действительно на международном уровне. И почему нам важно в этом году, чтобы все прошло удачно? Потому что мы хотели бы повторять такого рода мероприятия уже каждый год. И каждый год представлять стране новые, новые бренды. И третья и самая важная вещь, я думаю, что мы выбили много разных компаний, 25 интернационал франшизы, 25 интернационал бизнес-ооприятий, которые все экономически и члены для Централя. Это мероприятие мы специально подобрали те компании, то есть 25 международных компаний, франшизы, 25 бизнес-возможностей, учитывая экономические и культурные особенности Кыргызстана. Почему? Потому что мы хотим, чтобы это мероприятие отличалось, и оно было не просто мероприятие, где пришли и поговорили, а на самом деле произошли какие-то транзакции, что-то действительно для страны хорошее и действительно реальное произошло. Поэтому эти компании даже очень будут подходить. На данный момент мы уже на переговорах, на пяти нашими франшизами идут переговоры, поэтому когда уже будет выставка, уже будут наши инвесторы готовы подписать. То есть мы уже готовимся. Как это здорово все! Сразу прийти в делу, да? Это манит и будоражит уже каким-то действием, каким-то знанием. Вопрос возникает следующий. Такое масштабное мероприятие. Во-первых, это здорово, что Кыргызстан был выбран этим центром. Можете ли вы сказать, почему именно Кыргызстан, и что повлияет на дальнейшее развитие Кыргызстана после этого мероприятия? Это действительно очень большой мероприятие. Вы можете рассказать, почему вы выбрали Кыргызстан для этого места? По множественным причинам. Но я думаю, что основной причиной, что мы выбрали это, потому что она способна держать этот мероприятие. Венеи здесь, и где мы имеем, она способна держать всех этих людей. Это центральная Азия. Мы действительно, во-первых, у нас несколько причин, почему мы решили делать это впервые в Кыргызстане именно. Во-первых, у нас есть и места, где мы можем проводить это мероприятие. Мы выбрали действительно очень большое здание, где могли бы привлечь очень большое количество гостей, которые может вместить. Второе, мы хотим показать, что действительно Кыргызстан может проводить такого уровня бизнес-встречи, такого масштабного. И более того, мы считаем, что рынок Кыргызстана и Центральной Азии теперь уже готовы к нашим возможностям, готовы к франшизам, готовы к таким международным компаниям зайти на рынки Центральной Азии и уже быть успешными. Я дождался, я дождался этого момента, наконец-то. Ну, у меня вопрос к лесу. Вы, счетная палата, всю помогает... Торговая промышленность. Торговая промышленность, простите, помогает построить, так сказать, мост от международного рынка к нашему местному рынку. Скажите, какую посильную помощь вы оказываете, как вообще подготовка проходит? Спасибо за вопрос. Да, Торговая промышленность, палата активно поддерживает данное направление. И хотелось бы пару слов сказать вообще, что за организация Торговая промышленность, палата. Это организация, которая объединяет бизнес-общество Кыргызстана. То есть на сегодняшний день мы имеем 900 членов. Это активные компании, предприниматели, организации фирмы. И одним из активных членов Торговой промышленности, палата, является, конечно, компания Ester Capital. И огромное им спасибо, что они прикладывают очень много усилия, чтобы привлечь зарубежные бренды на рынок Кыргызстана. Это очень важно. Развитие франчайзинга в Кыргызстане могло бы способствовать инновационному развитию экономики, внедрению новых бизнес-технологий, современных методов ведения бизнеса, стандартов бизнеса. И повышение, конечно, деловой культуры и этики. И присутствие на нашем рынке крупных брендов, франшиз, крайне выгодно было бы по экономическим причинам. Во-первых, создаются новые рабочие места. Во-вторых, более широкие слои населения будут внедряться в современные экономические процессы. И, конечно, есть и факторы, сдерживающие развитие франчайзинга в Кыргызстане. Во-первых, это экономические факторы. Это нестабильность развития экономики. Это отсутствие у предпринимателей первоначального капитала для вхождения в систему франчайзинга. И также есть сложности по, например, получению кредита для создания франчайзингового предприятия. И второе – это правовая база. На сегодняшний день, к сожалению, в Кыргызстане правовая база франчайзинга не обеспечена. В отличие, например, от нашего соседа Казахстана, где есть уже закон отдельный, нормативный акт, который регулирует отношения между сторонами франчайзинга. Но, несмотря на это, у нас есть представители франчайзинговых организаций. Есть, есть. Вы уже видите в Кыргызстане, что сегодня появляются какие-то мировые известные бренды, как, не знаю, SFC есть. У нас Dodo Pizza, там, российская франшиза. Но компания Easter Capital, они приводят более 25 новых франшиз, которых пока еще нет в нашем рынке. И мы надеемся совместными усилиями проработать вопрос, подготовить именно законодательные условия для того, чтобы франчайзинг успешно продвигался на нашем рынке. Послушайте, у меня есть такой tricky question, можно так сказать. Все-таки франшизы – это такие опытные очень бизнесмены, нацеленные на прибыль. Наша страна является достаточно маленькой по объемам того же самого населения. Как решить эту проблему? И сможет ли Кыргызстан стать в будущем хабом какой-то франшизы? Я знаю, Кыргызстан – это маленький страна, и эти франшизы – это успешные франшизы, как, скажем, корпорации. Вы думаете, они будут достаточно profitable для большого франшиза? И почему мы должны быть такой хаб, такой франшизы, здесь? Я думаю, это очень хороший вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что франшиза – это проверенный успех. Это проверенный успех во всех странах. Поэтому около 85% всех мировых франшиз – они действительно являются прибыльными по всему миру. Поэтому мы считаем, что и в Кыргызстане будут очень прибыльные. И один из основных вопросов – будут ли они хорошо, успешны. Мы над этим вопросом задумывались очень долго. Мы рассматривали этот вопрос более трех лет тому назад. И сейчас, подготавливаясь, франшиз очень много. И поэтому мы подобрали именно для Кыргызстана те франшизы, которые с точки зрения экономической стороны и насколько это возможно будет финансово нашим местным бизнесменам, поэтому мы подобрали такие самые основные, которые подойдут для рынка Кыргызстана. Которые действительно мы уверены, изучая рынок Кыргызстана, они будут стопроцентно успешными. Каждый из них. Слушайте, это достаточно приятно услышать. Я думаю, что многие бизнесмены нашей страны заинтересовались, уже активно интересуются, как вообще, где будут проходить мероприятия, где взять билеты. И наши телезрители, которые хотят грамотно выстроить свой бизнес и жаждут получить те знания, которые будут предоставлены на этом мероприятии. Расскажите, поделитесь, как же им поучаствовать, прийти, увидеть, услышать, узнать? Илья, смотри. Да, это информация, то есть она доступна. Для бизнесменов, членов, в первую очередь, торгово-промышленной палаты. Мы информируем, мы приглашаем. И билеты можно также получить, приобрести в торгово-промышленной палате. И мы не только приглашаем бизнесменов из Кыргызстана, но, как Аллоа сказала, мы уже обратились к нашим коллегам в Таджикистане, в Казахстане, в Узбекистане, чтобы они дали информацию для их бизнес-сообщества. И уже есть компании, которые заинтересовались и хотят, то есть, поучаствовать на нашем мероприятии. Мы не можем не спросить про Принцилу Уоллес, которая является известным маркетологом, которая приедет специально для этого в нашу страну. Расскажите немного о ней. Принцилу Уоллес, которая очень интересна в Америке и других странах. И мы выбрали ее, потому что она вообще представила много фортун 50, 11 фортун 50 маркетологов в Америке, в маркетинг-сессе, и вообще представила и работала с ними для того, чтобы создать продукты, а затем создать продукты. Мы выбрали Принцилу Уоллес, неспроста. Она является очень известным маркетологом в Америке и в других странах. Она представляет основные компании в Америке, очень известные, которые входят в Fortune 50. И она не только развивала их продукт внутри страны, но и она и помогала развивать их продукт, который имел возможность выйти за пределами страны, то есть развиваться. Поэтому очень такой сильный маркетолог, который мы считаем, поможет Кыргызстану, нашим бизнесменам. И это основная часть, одна из программ, которые мы включили в нашу программу, для того, чтобы сделать ее очень такой насыщенной. И она была очень успешной. успешной именно по работе с ее клиентами. Дело в том, что она не только была их бренд-менеджером, но и она показывала инновационные пути, как они могли бы применять к тому или иному бренду. И это мероприятие все о брендах, все новое для Кыргызстана, поэтому она и была выбрана. Она будет говорить именно, как применять инновационный, скажем, маркетинг в развитии своего бренда. Мы выбрали кого-то, кто, самое главное, имеет экспо-экспо, кто не только теорий, кто делает это, кто знает, как делать это правильно. И поэтому мы не хотели просто говорить о том, что мы хотели бы импартировать это знание. Да, она абсолютно практически. Она не теолог, она не говорит теоретически, она не просто спикер. Она именно бизнес-тренер, которая может на работе уже показать путем своих уже известных брендов, которые она развивала, то есть уже доказывает, что она профессионал, и то, что она делает, она применяет в деле, и вот ее результаты. Поэтому такого-то рода интересный человек. Ну что ж, думаю, ни у нас, ни у наших телезрителей уже не осталось сомнения, что это мероприятие будет иметь эффект разорвавшейся бомбы и будет иметь успех и в дальнейшем. Вам хотелось бы пожелать удачи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Доброго, Кыргызстан. Все хорошо. Спасибо.